Здарова ребятки, меня зовут Павел и спустя две недели после релиза Fallout накопились некоторые эмоции, которыми хотелось бы с вами поделиться. В основном обзоры нового Fallout не сказать, что радужные, но оставлять эти две тысячи рублей без плюсов просто несправедливо. С момента выхода играл я каждый день и довольно плотно, ну за исключением времени обслуживания серверов, конечно, и за все это время мое и без того неоднозначное мнение перебегало из угла в угол со словами, но с другой стороны, это же моя любимая серия игр. Информации много и я решил разделить ее просто на плюсы и минусы, а затем немножко подытожить. Первое с чего мы начнем это заявление о том, что Fallout 76 это многопользовательская онлайн игра, чтобы выжить лучше сотрудничать, ну или не сотрудничать, решать конечно вам и бла-бла-бла. Выглядит на сайте беседки вот этот свежий анонс, очень многообещающий. Да и вся предрелизная информация заставляет ваше воображение настроить таких воздушных замков, что голова просто лопается, но на деле новый Fallout это игра, в которую вы можете поиграть с другом, ну или друзьями и встретить кого-нибудь еще, кооператив с возможностью взаимодействия с другими игроками на сервере. Не ждите от Fallout перестрелок, жестокого или динамичного PvP, эта игра совсем не о том. Если хотите постреляться или посоревноваться с кем-то в постапокалиптическом сеттинге, эта игра не для вас. Тут попросту нет соревновательных моментов, которые побуждали бы игроков на соперничество, на PvP и так далее. Они даже наоборот немного объединяющие. Собственно, поэтому возможность убийства других игроков так слабо реализована. И это, как по мне, большой плюс. Объясню почему. Вот это карта игрового мира Fallout. Она большая и интересная, что кстати тоже плюс в копилку. А теперь представьте, что вы хотите исследовать ее со своими друзьями. Побродить по пещерам, осмотреть, так сказать, достопримечательности, пофармить, быть может, или просто выполнить ряд квестов. Но не будь механика PvP такой, какая есть, вам бы постоянно кто-нибудь мешал. Не стоит забывать о людях, которые выше вас уровнем, и им просто, может быть, было бы весело вас убить. Ну или что-то подобное. Кстати говоря, игроков на сервере не так уж и много, что заставляет вас как бы во время игры немного обособиться от всех. Потому что карта большая, игроков мало, шансы встретиться, ну разве что на стартовых локациях или ключевых локациях. При желании, если вы хотите поторговаться, например, вы можете переместиться к кому-нибудь на карте и предложить обмен. Таким образом, взаимодействие игроков основано на их обоюдном желании. Никто не будет вам докучать и мешать играть, если вы не захотите этого сами. Следующий пункт это наполненность игры. Ну что-то же должно быть интересное и захватывающее, что даже другие игроки не будут вам мешать это самое что-то исследовать. Я вам скажу. Есть. Карта, как я уже и говорил, довольно большая. Игровой мир буквально живет. Ну, есть конечно баги, из-за которых кажется, что мир-то упал и приболел слегка, но это потом. В этой западной Вирджинии, ну или Виргинии, постоянно что-то происходит. Так кажется, потому что очень часто вы становитесь свидетелем, как одна нечисть нападает на другую. Или вот те и эти, сами того не зная, объединились и начали что есть сил лупить, ну, по графцинскому чудищу, например. А потом победи, вспомнили о своей вражде и давай опять устраивать пальбу. Кстати, о представителях местной фауны, вернее об изобилии и количестве, лучше на первых порах не судить. Просто потому что первые левелов 10-20, ну, кто как. Вы можете не вылезти из вот этой местности. А это самая безопасная часть карты. Далее события. Ну, это, так сказать, происшествия, которые рандомно случаются на какой-то локации и представляют собой проблему жизни и смерти, которую вам предстоит решить. Где-то в ресторане, где сохранили свой функционал роботы, надо накормить людей. Последние, естественно, уже вряд ли голодны, но выполнив цепочку действий, вы получите награду, о которой не пожалеете. На кого-то напала орда супермутантов, где-то роботы сошли с ума и тут появляетесь вы в своей белой силовой броне и решаете проблемы бытия местных... местных никого. Да, к сожалению, местных никого. В игре нет НПЦ, с которыми можно постоять и поговорить. Все квесты выдают либо роботы, либо вы читаете все на записках, в терминалах, слушаете на голозаписях и это то, что вызывает неоднозначные эмоции. С одной стороны, вы как детектив, ну, сыщик, называйте, как хотите. Представьте, вы проспали в убежище всю вечеринку и проморгали, как самый главный в нем человек, ну, то есть, смотритель взял и смылся. Зачем? Черт знает. Берете вы здоровенную лупу, надеваете плащ, шляпу и выходите из убежища в поиске ответов. Что произошло? Куда все делось? Куда она пошла? Как она вообще выглядит-то? Может быть, она... И вам ее искать-то не захочется. В общем, всегда вы идете по горячим следам, но не успеваете. Потому что везде трупы, где-то посвежее, где-то уже начали засыхать, где-то там скелеты, и вы понимаете, что Шерлок Холмс-то из вас так себе. И в этом плане Фоллочу не хватает хотя бы просто запускающихся катсцен. Знаете, было бы круто, если бы вы поучаствовали в вечеринке, увидели бы смотрительницу, поболтали с кем-то из убежища, а потом легли спать, и вот тут уже сюжет-то как бы и начал развиваться. Маловато объяснений, маловато квестовых затравок, так сказать. Вернее, сами-то квесты интересные, но было бы круто, если бы разработчики объясняли нам побольше и объясняли бы нам все более красочно. Это вот с одной стороны было. С другой, нельзя сказать, что разработчики совсем наплевали на подобные вещи. В новом Фоллоче вы можете найти уже кого-то усопшего и узнать его историю. И это сделано, ну, не просто так, знаете, лежит тело, в руках записка, в голове топор, а на записке написано «Меня убили». Это совсем не так. Часто вы находите место, где кто-то жил, например, и уже скелеты хозяев. Видите голозапись, слушаете и узнаете что-то, а тогда еще не скелетах, что-то об окружающей их обстановке и обстановке в мире на то время. И все это перекликается с тем, что вы нашли сейчас. Спойлерить не буду, но вначале вы наверняка поднимались на эту крышу и находили там голозапись. На ней история мальчика лет 14, а в шаге от вас жуткие последствия событий вселенной Фоллаут. И подобные такие моменты очень интересно обыграны. Уделено внимание деталям и поэтому мир хочется исследовать все больше и больше. Не стоит думать также, что все эти истории уже погибших людей никак не связаны или там жуть сплошная, описание их смерти и все такое. Ну, в смысле, да. То есть, конечно, житель пустоши в одном конце карты, не житель пустоши в конце карты в другом, не обязательно должен быть связан. Но есть такие моменты, когда истории перекликаются между собой, и это очень приятно. Вы находите записку, читаете ее и понимаете, о чем идет речь. Два пазла одной картинки собираются, и вы знаете на одну интересную историю больше. Но спойлерить я, пожалуй, не буду. Стоит сказать, что ПВЕ составляющая сделана очень хорошо. Ну да, до первого патча были, конечно, проблемы с регистрацией урона по мобам, что вообще в принципе не есть хорошо для игры, но их пофиксили, и все стало отлично. И почему же тогда система ПВЕ очень хорошая? Начну издалека. Вот ваша карта, вот ваш плащ, шляпа, ваши друзья, ну или нафиг друзей вы вообще играете в соло, вы выходите из убежища и имеете по одному очку каждого параметра спешл. Далее ваш персонаж это ваш конструктор. До 50 уровня вы можете увеличивать параметры спешл и выбирать нужные карточки перков. После 50 вы можете выбирать то, что хотели бы попробовать или не выбрали ранее, например. Может быть вам важнее было создавать крутое оружие, а не взломать терминалы, так вот после 50 уровня вы можете заменить любые карточки на другие. Играли снайпером, но захотели перейти на подрывника с рыбовиком? Пожалуйста. Единственное, что вам стоит учесть, это то, что количество карточек завязано на уровне навыка. То есть вы не сможете запихнуть 9 карточек силы, если уровень силы будет 6, например. Ну это по-моему логично, но все-таки. И это заставляет вас задуматься хотя бы примерно о своем стиле игры. На этот случай есть, кстати, калькулятор билдов и он находится в свободном доступе. И ваш игровой опыт, он будет всегда уникален, даже когда вы создадите второго персонажа, третьего, он будет разительно отличаться от предыдущих. И это связано не только с тем, что вы прокачиваете, но и с тем, что предметы, которые вы можете найти или выбить с врагов, всегда падают рандомно. Естественно, квестовые предметы дропаются когда надо, но вот награды за события, кстати, разные. Но есть еще одно НО. Фоллыч не принуждает вас идти по четко спланированной инструкции и делать четкий билд на ближний бойникамер. В Фоллауте вы легко можете быть разносторонним, и это принесет вам не меньше удовольствия. Потому что проходя квесты или убивая легендарных боссов, вам не обязательно наносить ультимативный урон. Ну то есть это, конечно, облегчает задачу, но вот возможность починить на карте ракеты земля воздух, или самому разместить свой лагерь с мощными турелями и заманить врага в зону их действия тоже достаточно интересно. Кстати, о строительстве. Многие говорят, что в новом Фоллауте строительство кастрировано и им вообще нельзя пользоваться и так далее и тому подобное. И действительно у людей есть основания так думать, но так ли это вообще? Во-первых, я согласен, что в четвертом Фоллауте строительство было развито лучше, но там был сингл, и там были поселения. Поселения, в которых по легенде жители обосновывались на постоянку. В Фоллауте 76 – большая карта, много путешествий и, внимание, кэмп – переносной лагерь. Неужели, когда вы ходите в поход, вы выстраиваете замок из бревен на каждом новом месте? Я думаю, что нет. Вот и в новом Фоллауте постоянное громадное жилье не так, чтобы практичная штука. Я соглашусь с мнением, что было бы неплохо давать игрокам возможность строить замок, когда он исследовал пол карты, например, или достиг того же 50 уровня, но эта идея вообще так себе. Да и разработчики о ней не думают, по крайней мере, не высказываются. Лимит постройки. До первого патча он был совсем маленький, но стал уже более-менее приемлемым. Уже можно и картин понавешать сколько хочешь, и украшений. Есть место не на одну турельку, а на несколько, и генератор можно поставить большой. Ну, в принципе, еще маловато, если вы хотите выстроить себе большой огромный дом, но если вы задумали скромное временное жилище, защищенное турелями, максимально функциональное, да, лимита хватает. Не буду говорить о том, что разработчики все исправят. Они написали, что у них в планах, что они, мол, обратили внимание на и лимит, и количество веса, которое вы можете держать у себя в кемпе, но верить этому или нет, я считаю дело каждого. Итак, за 2000 рублей вы получаете отличный конструктор персонажа с неплохой, кстати, кастомизацией. Большой, интересный мир, который хочется исследовать, бродить по нему, собирать всяких ламп, проходить квесты и так далее, а все это еще можно делать с друзьями. Но, как я и говорил, мир хоть и жив, но на пути к успеху немножечко споткнулся. Если до первого патча были жутко забаганные квесты и их исправили, то вот визуальные баги поначалу улыбают, а потом что-то как задаешься вопросом, блин, это мои 2000 рублей, серьезно, ну просто всякого рода проблемы с мобами, проблемы отображения чего-либо. При переходе на новую локацию с вашими друзьями они могут оказаться внезапно раздетыми, потерять пропорции своих тел, и выглядит это, ну, так себе. Но лично мне, как бы, ну, на такие вещи пофигу. Если у меня горела жопа от квестов, которые нельзя было пройти, причем от основных, сюжетных, то визуальные огрехи игровой процесс в тупик не заводят. Да и баги такие незначительные, что их наверняка скоро пофиксят. Это визуальные огрехи, они никак не вредят игровому процессу. Вопросы графики я включать в обзор не буду. Кто-то говорит, что она стала лучше по сравнению с предыдущими частями, или по сравнению вообще с играми, кто-то хуже говорит, что стала. Мне нравится та, что есть сейчас. Единственное, что я подкорректировал, это скачал решейд и убрал немного мыла. В общем, как итог, плюсов, по моему мнению, больше. Это большой интересный мир, который хочется исследовать и делать это очень интересно. Никто не отвлекает, можно скооперироваться с друзьями и пойти на сильных мобов вместе. Графика приятная, если не нравится, вы можете скачать решейд, убрать мыло или изменить эффекты. Временами, конечно, косо поглядываешь на раздетого друга, который больше на слендермена похож, чем на человека, но это настолько незначительно на фоне окружающего мира, что можно опустить. Стоит сказать, что потраченного времени на Fallage я не жалею абсолютно. Более того, я точно уверен, что потрачу на него еще больше времени. Потраченных денег на него я не жалею в принципе. Я купил игру и она мне нравится и полностью меня устраивает. То, что не устраивало меня в плане небольшого лишнего мыла, я убрал решейдом. Он, кстати, находится в свободном доступе для каждого игрока на планете. Хотелось бы узнать ваше мнение в комментариях. Очень интересно, насколько сильно разнятся мнения и кого больше. Тех, кто купил и рад, или тех, кто еще думает, или вовсе тех, кто недоволен игрой. Я с вами прощаюсь, всем вкусного чая и добра!